МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сентябре 1959 года в Нью-Йорке начинала работу очередная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. БССР – полноправный ее участник с 1946 года. Уникальные снимки с пленарных заседаний. В составе делегации Советского Союза первый секретарь ЦК КПБ Мазуров Кирилл Трофимович и министр иностранных дел Кузьма Венедиктович Киселев. Улыбки, доброжелательность во взглядах. Правда, камера запечатлела и другое. Не совсем одобрительные взгляды. Хрущева, Громыка, которыми они одаривают белорусскую делегацию. Наверняка что-то пошло не так. Как показали события, основания для недовольства были. В конце 50-х годов отчеты Министерства здравоохранения вызывали озабоченность у белорусского правительства. Отдельной строкой значилось увеличение роста в республике онкологических заболеваний. Этот показатель переходил из справки в справку, и его снижения не наблюдалось. В ту пору как раз начали заниматься эпидемиологией рака. Во всех странах заболеваемость раком различалась очень сильно. И связывали это и с населением, и с этническим составом, и с профессиональной занятостью, с воздействием окружающей среды. Больше всего интересовало, почему же разница существует и каким образом можно воздействовать, чтобы уменьшить. Специализированные клиники по борьбе с онкологией в Белоруссии отсутствовали. Они находились только в Москве, Ленинграде и Киеве. Попасть туда белорусам было сложно. Очереди на месяцы вперед, а то и годы. Когда же она доходила, зачастую оказывалось уже поздно. В Белоруссии ситуация складывалась таким образом, что впервые были не онкологическое отделение, а просто доктора, которые занимались парадически, онкологией. С 1947 года у нас появились диспансеры в Могилеве, то есть в Витебске. Но на сегодняшний день существует 12 диспансеров. По сути дела, все они возникли в 1947 году. В то же время городской онкологический минский диспансер исполнял функции как городского, так и областного диспансера. В сентябре 1958 года министр здравоохранения республики Иван Инсаров спешно выехал на строящийся объект в деревню Боровляны недалеко от Минска. Предстояло оценить ситуацию на месте и принять решение. Речь шла о диспансере для лечения онкобольных, сдача которого запланирована на 1960 год, но все на уровне только первого этажа. Тут же импровизированное совещание со строителями. Объект для Беларуси важнейший, а союзный Совмин принимает решение его заморозить. Сможет ли республика потянуть такой объект сама? Ведь речь шла о еще одном онкологическом центре, фактически четвертом в СССР. Склонившись над проектно-сметной документацией, собравшиеся пытались определить объем работ, который необходимо выполнить для завершения строительства. Накануне правительство республики получило и официальный ответ союзного Совмина. Строительство Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии переносится на следующую пятилетку. В конце была сделана приписка в случае изыскания дополнительных средств. Что это означало? Объяснять никому ничего не надо было. Перспектив никаких. Белорусские партизаны искали особые пути и особые тропы для того, чтобы решить какие-то важные задачи. И в частности, вот по поводу онкологического центра, которой Москва никак не давала согласия. И был придуман такой хитрый шаг в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, как уже свершившийся факт, что в Белоруссии строится крупный онкологический центр. Именно такое заявление с трибуны ООН сделал министр иностранных дел БССР Кузьма Венедиктович Киселев. Я представляю, в каком шоке была Москва, потому что ничего подобного даже в помине не было. Но поскольку это уже прозвучало на весь мир фактически, то деваться было некогда, и надо было в срочном порядке это все возводить. Потом генеральный секретарь, он приезжал, значит, наблюдал за этим, ну, так сказать, ему показывали это строительство. На той памятной сессии Генассамблей в 1959 году по инициативе правительства БССР было принято очень важное решение и ООН о поддержке в мире научных исследований в области онкологии. Деньги же на завершение строительства онкоцентров в Белоруссии из союзного бюджета выделили оперативно. А недалеко от Минска начинал свою работу так необходимый и уникальный в своем роде медицинский центр. А в 1959 году постановлением Совета Министров было принято решение о создании онкологического научно-исследовательского института онкологии. В 1960 году институт был построен, это было два корпуса, и он начал функционировать как лечебное учреждение. Создавалась система оказания помощи онкологическим больным. Открытие в Минске Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии стало событием. Создание научно-исследовательского института онкологии и медицинской радиологии стало для нашей страны и для онкологической науки в целом эпохальным событием. С момента создания института определилось учреждение, которое возглавило всю онкологическую службу Республики. И все онкологические диспансеры находились под организационно-методическим руководством. Все работы начинались под руководством известного ученого-онколога, профессора, члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР Николая Николаевича Александрова. Еще важная дата – это первый приказ, который подписал наш первый директор Николай Николаевич Александров о своем же назначении на эту должность. Такой интересный приказ. Но вот с этого момента мы считаем день рождения нашего института. Это было 3 сентября. В 1960 году Александров возглавил созданный в Республике Научно-исследовательский институт онкологии и медицинской радиологии. Под его руководством начинала формироваться целая научная школа по лечению раковых заболеваний. Тогда появились первые ученые, которые и лечили пациентов, потому что научные работники – это врачи высочайшей квалификации и наиболее высокой квалификации кандидаты и доктора науки. Кроме того, они еще и занимались научной деятельностью. Тогда же в институте начинали разрабатывать методики лечения коварной болезни. Впоследствии они войдут в историю отечественной медицины как уникальные. Многое было впервые, как, например, и создание Белорусского регистра. Завод «Аржуникидзе» на Якуба Колоса был производителем продукции для всего Советского Союза. Ну, естественно, что Беларусь была впереди, и мы впервые в стране, СССР, стали обрабатывать данные наших онкологических пациентов на электронно-вычислительных машинах. Это были очень большие машины. В дальнейшем этот регистр стал типовым для всего Советского Союза. Изначально ставили своей задачей не просто изучить, сколько кого где заболело, а изучить, с чем связан тот или иной уровень оказания медицинской помощи, как можно его улучшить. Впервые был предложен и особый формат работы Центра. На его базе сразу организовали кафедру. Это позволяло сочетать научную, научно-исследовательскую работу и лечение, обучать сотрудников молодых специалистов. В 1968 год в то же время были начаты разработки по созданию специальной аппаратуры и проведение на нем специального лечения. То есть я имею в виду гипертермия и гиперглихемия. В то время в мире мы были первые в Советском Союзе, создали и установку водоструйную, и создали варианты лечения. В 60-х годах в Беларуси фактически закладывались основы для эффективного лечения онкозаболеваний, рост которых фиксировался тогда практически во всех странах. Эти годы стали для БССР временем, когда она последовательно занимала лидирующие позиции среди европейских стран по борьбе с раком. Как сохраняются эти традиции, как продолжаются сегодня в цифрах, фактах, достигнутых уникальных результатах? Если бы мне в начале 90-х годов сказали, что мы будем сегодня, всего спустя 30 лет, иметь те результаты, которые имеем, я бы сказал, что человек фантазер. А произошло действительно коренное изменение ситуации. По меркам истории, эти изменения произошли в максимально короткие сроки и с убедительными результатами. Они впечатляют. Например, впервые в республике создан ПЭТ-КТ-центр. Метод ПЭТ-КТ вообще является весьма уникальным методом диагностики. Он позволяет видеть то, что не видно наиболее распространенными методами диагностики, такие как КТ, МРТ, УЗИ и так далее. Это связано с тем, что опухолевые клетки, даже когда они достаточно малых размеров, захватывают наш радиофармпрепарат. И это позволяет диагностировать опухоль на достаточно ранних этапах. Уникальное ноу-хау – гамма-нож. На сегодняшний день мы можем смело сказать, что гамма-нож, например, является золотым стандартом для нейрохирургических пациентов, требующих лучевой терапии, потому что конструкция аппарата сделана так, что доза вся идет непосредственно в опухоль. А еще несколько десятилетий назад все было по-другому. Тогда это все делалось вручную. Были специальные свинцовые пластины, которые вручную выдвигались, формировали поля облучения. Сейчас, конечно, все автоматически. И результаты, которые еще недавно сложно было даже прогнозировать, результаты, которые дают возможность избежать лучевых осложнений. Мы облучали более 150 метастазов у пациентки, которая ходила на работу, была в хорошем состоянии, вела активную жизнь с хорошим результатом. Уникальная молекулярно-генетическая лаборатория, созданная в 2015 году. Здесь проводятся исследования, возможность которых всего несколько десятилетий назад даже не рассматривалась. Сегодня молекулярно-генетический анализ – основа лечения. И это – реальность. Здесь определяется спектр молекулярных изменений, которые необходимы для назначения правильной, высокоэффективной терапии. Все диагностические мероприятия, которые проводятся с биологическим материалом и с опухолями пациентов, они ничем не отличаются от такового же протокола исследования в европейских странах и в Соединенных Штатах. Это лишь то, немногое, которое позволяет сегодня противостоять опасной болезни. На смену традиционным методам лечения онкозаболеваний пришли современные технологии, а уникальное оборудование Центра по своей оснащенности, техническим характеристикам, как любят повторять его сотрудники, больше напоминают оснащение космического корабля. Омкоцентр в настоящий момент одно из самых крупных в Восточной Европе лечебных учреждений, специализирующихся на лечении пациентов с онкологической патологией, со злокачественным образованием. Ежегодно в нашем центре в условиях стационара проходит лечение порядка 20 тысяч пациентов. Выполняется более 10 тысяч операций. Более половины из этих операций это высокотехнологичные и сложные операции, которые выполняются не везде. Главное достояние главного онкоцентра страны его интеллектуальный потенциал. Общий коллектив центра это порядка 2000 человек. Это и врачей, медсестры, санитарки, это технический персонал, то есть это, ну, довольно приличное, скажем так, учреждение, здравоохранение по количеству сотрудников, ну, по сути дела, как небольшой завод. В центре работает 25 докторов наук, профессоров, порядка 80 человек – это кандидаты медицинских наук, многие из которых в перспективе могут стать и докторами наук. коллектив, который по праву можно назвать национальным достоянием страны, и сегодня продолжает те традиции, которые закладывались в далекие 60-е. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тогда в 60-х закладывались основы для эффективного лечения многих тяжелейших заболеваний. На помощь в борьбе с недугами приходила своя белорусская фармацевтика. Сегодня это успешно развивающийся отрасль. Беломедпрепараты – один из лидеров белорусского рынка. Наша продукция известна не только в Беларуси, но и широко за рубежом. Несмотря на солидный возраст предприятия – более 90 лет, Беломедпрепараты – это современное инновационное предприятие, которое живет не сегодняшним днем, а смотрит далеко вперед. У нас есть амбициозные планы по развитию. Белорусская фармацевтика рождалась вместе с рождением новой страны. В 20-х годах прошлого столетия в республике создавались новые, по-своему уникальные производства. В старейшей аптеке Минска в Троицком предместье всегда было многолюдно. Провизор не успевал обслуживать покупателей. Таблетки, порошки. Но многие спрашивали сборы трав, которые недавно поступили в продажу. Они сразу зарекомендовали себя как эффективные и пользовались повышенным спросом. Провизор иногда бросал взгляд в сторону двух мадам. Видимо, приверженцы лечения травами, они каждый раз очень внимательно рассматривали баночки, бутылочки, коробочки с их описанием. Вот и теперь каждая из них по очереди произносила вслух ландыш, полынь, сухая черника, ромашка, мята. Наконец, посовещавшись, решили купить все, опробовать каждый новый состав. Провизор вздохнул с облегчением. Очень уж привередливы были эти мадамы. Аптеки Минска в конце 20-х стали получать первую продукцию фармацевтической фабрики – химфармзавода имени первой пятилетки. Мы начали использовать свое сырье, корень валерьянки, другие травы. Обрабатывали его, сушили, измельчали, фасовали. Все это было нормально. Предприятие переживало разные периоды в своей истории. Наиболее драматичным стал период оккупации республики немецко-фашистскими захватчиками и послевоенное восстановление отрасли. В 1946 году в Минске начинало свою работу представительство ЮНРА – администрации помощи и восстановления объединенных наций. В числе грузов миссии ЮНРА и оборудования для химфармзавода. Все комплексно не поставлялось. Надо было еще дополнительно создавать базу для производства воздуха, энергетические затраты большие. Это была полная разруха. Ничего не было. Найти какой-то вентиль, нормальную трубу – это была проблема. И я вам хочу сказать, собрался коллектив таких энтузиастов, которые буквально ночевали на этом предприятии. Строительство, а затем уже в 50-х начало выпуска стрептомицина, стало событием не только для республики, но и страны. Применение препарата собственного производства помогло тогда спасти многие жизни людей, перенесших ужасы войны. Микробиолитский синтез, он сам по себе очень сложное производство. Мы выпускали калийную соль пенициллина, кальциевую соль, потом начали стрептомицин, хлортотроциклин. Это все было не так просто. Конец 50-х, 60-е годы стали временем разработки собственных препаратов. Создание целой научной фармакологической школы временем развития фармакологической промышленности. В 1961 году впервые этот рифампицин и производство было основано в Италии. И в 76-77 году мы уже занимались рифампицином совместно с Союзным институтом антибиотиков. Рифампицин был очень нужный, востребованный препарат. Он применяется в основном для лечения туберкулеза. Это антибиотик широкого спектра действия и лечения дыхательных путей. Одним из важных этапов предприятия стало освоение нового и эффективного препарата полиглюкина кровезаменителя. Но что это значило для республики? И почему разработке этого препарата придавалось внимание особо? Плазма, замещающая жидкость, или, как мы в обиходе говорили, кровезаменители, это очень серьезный вопрос. После войны особенно плазмы, как таковой, не было. Начали выпускать полиглюкин, построили быстро корпус специальный. В августе 1964 года ВДНХ СССР начинало свою работу в обновленном формате. Особое внимание посетителей было приковано к павильону здоровья. Свою продукцию представлял им Минский завод медпрепаратов. Результат диплом ВДНХ СССР за освоение промышленного способа получения полиглюкина. И он отправлялся в Беларусь. А следом и постановление ЦК КПСС и Совета Министров, согласно которому завод утверждался головным предприятием страны по выпуску новых форм кровезаменителей. Фармакологическая промышленность республики прочно завоевывала свои позиции в Советском Союзе. Мы единственное в то время обеспечивали этими препаратами плазма замещая жидкости страны Варшавского договора. Это большое дело. Помогали мы и в Польше пустить это производство. Людей готовили для польских предприятий. Сегодня фармацевтика в республике динамично развивающейся отрасль и БелМед препараты занимает в ней ведущие позиции. Предприятие является единственным производителем инсулинов, препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, сахарного диабета. Сегодня продуктовый портфель предприятия достаточно широкий, это более трехсот наименований лекарственных средств. Качество это визитная карточка белорусских лекарств, благодаря в том числе тому, что научились сохранять те традиции, которые были заложены еще в советское время. визитная 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 визитная